Девочки, всем привет! Привет! Я сегодня уже вышла к вам второй раз. Первый раз сняла видео, залила его на Яндекс.Адзен. И вы знаете, пока сидела там наверху в компьютере, что-то так спать захотела, прям, ну, неимоверно, вот эти вот дни. Что такое, непонятно, но очень-очень хочется спать. И я пришла вниз на кухню, поела и устроила себе тихий час, девочки. Хотела борщ варить. Знаете, как, поспала, все перехотела. Я... у меня же тесто лежало. Сейчас покажу. Вот оно, видите? Думаю, тесто-то лежит. Я же вареники-то делала, я их съела. Ну, а это-то надо сделать, и картошка лежит. Думаю, ладно, я сегодня сделаю. А завтра... И больше готовить сегодня не буду. А завтра я уеду. Мне завтра в зубной, девчата. За зубами, за новыми зубами. Ну, я уже примерку делала. Зубки мне так понравились. Сейчас самое главное, завтра примерить, посмотреть, где там что, как сели по мне, не по мне. Подошел ли, как сказать, костюмчик. По мне ли он? Ну, и... То катала скалкой. Потом начала уже ручками вот так делать. Мама я вот так делала. Кружочки всегда на пельмени. И так получилось, что вчера я дала визитку дочери, и она тоже позвонила в эту клинику. Ей назначили на 11 утра, а мне на 12. Я только не знаю, к этому ли протезисту моя Наташа. Я говорю, о, как хорошо, мы с тобой там встретимся. В больнице. Ой, сейчас чихну, правда? Вот. Носу засверлила. Она сегодня ездила по магазинам. Говорит, купила вкусняшек. Мама, завтра после зубного пойдем к нам на чаепитие. Я говорю, ладно, пойдем, пойдем. Раз. Ну, Костя только домой приехал, конечно. А что же они поедут ко мне быстрее ночевать, девчата-то? Пускай побудут все вместе. Им-то охота. Тоже они соскучились по Константину. Но он сегодня уже вчера работал и сегодня уже работал. Вот. А я завтра съездю, и у меня там уже потом, как бы, свободные деньки. Буду заниматься шитьем и вязанием. Вязанием надо вперед заняться, мне кое-что довязать и связать еще. Вот. Я принесла вот такой противень железный. А сама пью чай, девчата. Пью чай. Ай, проснулась. И как бы я не проснулась. Думаю, кофе. Нет, не буду кофе. А то я больно много его пью. Не хочу я это кофе уже. Думаю, попью чайку. Пробудит он меня. И быстренько налеплю вареничков. Налеплю вареничков. Вторым противнем накрою. И вынесу он в коридор. Коридор холодный. И пусть они там у меня лежат. Вот. Пока я их буду есть. В холодильник даже совать не буду. Нету места в морозилках, если честно сказать. Все забито. Она говорит, мама, ты не хочешь со мной по магазинам? Я говорю, нет, мне надо доесть то, что есть. Потому что все морозилки забитые. Ну а чай, господи, не каждый же день я готовлю. Я вчера вот, что я готовила-то. Я и не готовила вчера, по-моему. Пришла, поела, что у меня было. Да и все. Вот такой вареник. Вот. Ага. Колбаса есть. Сыра, правда, нету. Вот я буду ехать от детей. Мне надо купить кусочек соленого сала. Я покупала, девчата, ох, какое вкусное. Без прослойки. Прямо белое сало. Белорусское брала первый раз. Это дочь мне. А второй я брала наша приморская. Но тоже, знаете, очень-очень вкусное. Прям ешь и наслаждаешься. Ну, сало хочется. Вот раньше говорили, что, ой, у кого проблемы там с сердцем. Сало нельзя. А сейчас говорят, наоборот, надо. Сало разжижает кровь. Поэтому никого ничего не слушаем. Организм сам подскажет, что ему надо. И ешьте то, что вам хочется. Вот. Сейчас налеплю вареничков. И пойду наверх. Два дня печку не топила. Может быть, затоплю. А может быть, и не затоплю. Посмотрю. Посмотрю. Котик там мой спит. Нагулялся. Я его расчесала. Все колючки ему вычесала. И он завалился. Я говорю, ну, спи. А я пошла вниз. То, что там на моем диване лежат выкройки. Все в развернутом виде. Я сейчас приду. И вечер буду сидеть их вырезать, девчата. Повырезаю. И поподписываю. Где что и почем. Где какая. Я сегодня... Ну, я же пока пробовала на верлоке там. Пробные тоже шаги-то мои были. Я три иглы сломала, девчата. Ну, кто этого не делал? Наверное, все начинающие. Три иголки сломала. Две у меня прям сломались. А одна погнулась. Ну, и я сегодня зашла на Озон, смотрела иголки и смотрела на Валдрисе. И вы знаете, на Валдрисе намного дешевле иглы швейные, чем на Озоне. Я сравнивала с чем? С нашим Валтексом. Я покупала по 300 с лишним таблетки, вот эти. Стретч, хорошая фирма. Там. Вот. И сравнивала. Ну, и я выписала на Озоне. Подождите, вру. Не на Озоне. На Озоне дороже. На Валдрисе я выписала 6 видов себе иголок. Я взяла двойные иглы для моей чайки. У меня есть двойная игла, 3 штуки. Я так посмотрела, там 70-ка, по-моему, тоненькая прям, тоненькая-тоненькая, потом потолще и на 90-то вроде как. Вот три. Три иголочки. Они шли прям в комплекте с чайкой. Такая вот пластмассовенькая, значит, упаковочка с крышечкой. Вот эти вот три двойные там иглы. Я нашла такие иголочки для трикотажа. Тоже двойные. Там между ними расстояние 2, 3 и 4 миллиметра. Я измерила все лапки в чайке. Вот это расстояние, где бегает игла. Все подходит. Думаю, куплю. Купила. И купила вот такие же стретч-иголки. У меня дома 3 на 90, 3 штучки. Потом я брала одну на 70 и одну... А, не, одну на 75, по-моему, одну на 80 упаковки. Вот в этом магазине-то в нашем. А тут я себе тоже назаказывала вот эти импортные иголочки для именно трикотажа 70 номер, 80 и 90. И еще одну фирму взяла 90. Ну, короче, набрала иголок на 2 тысячи. Ой, ну это дешевле, это дешевле. И они нужны. Они нужны. Поэтому я довольна. Смотрела резинки вот для штанов. Ну, тут-то я купила, но я купила небольшую. Неширокую, вернее, неправильно выражаюсь. Неширокую я резинку купила. А я смотрела на 4,5 и на 5 метров. Надо сравнить с нашей ценой в Алтексе и там купить. Вот это для спортивных брюк, резинки. Все равно их, ну, надо будет купить. Я купила. Я купила бобину целую. Чего уж размениваться, да? Ну, и там посмотрю, если у нас дешевле, а на Валбересе я видела их по 5 метров они. По 5 метров, по 5 метров. На зоне можно найти по 40 метров. В общем, надо посмотреть. Надо посмотреть, где выгоднее купить, там и купить. Вот. Сейчас читала комментарии. Спасибо, девочки, что написали мне, что ткани обязательно надо стирать. Значит, вот эти 4 отреза мне надо их все постирать на 40 градусов, да? Ничего не будет на 40. Если я буду на 40 их стирать-то. Ну, постираю, конечно, постираю. Из легкой ткани я сейчас не думаю пока ничего шить. Я сейчас буду шить из футера. Вот. Из футера. Но вот там одно, вот из чего я хочу себе брюки сшить, я ее стирала. Я стирала, но на 30 градусов, конечно, я стирала. И там была усадка очень маленькая. В ширину, по-моему, что-то почти не усело, а в длину, да, чуть-чуть как бы подсело. Сейчас глотну чаю. Поэтому, поэтому тесто согрелось. То я раскатывала его. Оно было прям холодное. Ну, с холодильника. Достала быстрее, быстрее. А тут раз и внуча меня. Бабушка-то кем работала в молодости? Задали сочинение. А я написала, что ты работала же проводником. Я говорю, ой, да, работала. Два года цельных. Помнит, ребенок рассказывала ей. Она помнит. Я говорю, ну и чё? Наташа прислала. Она меня уже нарисовала в пилотке, девчата. Да, у нас была форма железнодорожника. Черная. Ой, Кристина. Нарисовала мой портрет. И написала сочинение. Что бабушка работала проводником. Второй класс. Сочинение. Ой, умура. Вот. Ну, сейчас налеплю. Пойду делом заниматься. Вот. Да, надо их снова покрутить. И снова развертывать. Вот. А тогда те уже я буду кусочки перед раскроем все стирать. Но я, видите как, я не шью, не начинаю шить на талию, допустим. Там футер такой есть белый. И он, по-моему, идет петля. Футер петля. Не белый, а серый. Цвет такой прям обалденно красивый. И у меня, я же заказывала два мешка. Его, по-моему, два или три куска. И я ей говорю, Наташа, тебе прям вот будет замечательно. На костюм цвет такой прям вот красивенный. Она говорит, ну я приду, посмотрю и выберу. Вот Кристи выбрала вот красный. И еще там, который я вот показывала вам, покупала через Валберис. Такой он бирюзовый. Это она выбрала на костюм. Кристинка. Вот. Ну, думаю, ладно, то и ее. А Наташа должна сама выбрать. Какой? Какой цвет? А то, знаете как, не угодишь. А надо угодить. Про суд спросили. Десятого числа был суд. Был. Я не ходила, девочки. Я не ходила на суд. Была там одна Вера. И ей суд отказал. Почему, чем обосновывался суд, чем он мотивировал отказ, я не знаю. Еще решения суда не было. Как будет решение суда, я пойду, заберу. И мы почитаем, узнаем. Но судья отказала. Почему? Не знаю. Ну, я эту тему закрыла судами. Все. Больше я никуда не хожу. И груз этот с себя я снимаю. Вот. Как бы ни было, грустно и печально. Напрасные мои года. Поэтому не хочу к этому возвращаться даже. Поэтому так. Вот так. Как-то так. Вот. А чем мотивировала, я скажу. Я расскажу обязательно. Потому что это же наблюдали люди. И интересно, почему так произошло. Не знаю. Хотя и экспертиза. Все было на нашей стороне. Но я знаю почему. Я знаю почему. Озвучивать так не буду. Но почему я знаю. Не все проходит просто так. Вот. Не все. В этой жизни. Что тут у меня. Что-то я кашлять начала. У нас в те дни было тепло-тепло на улицу. Прям теплынь, как весна. Вот. А сегодня я выходила вроде бы как попрохладнее. Попрохладнее. Показывает на телефоне, что прям похолодание какое-то. Но похолодания никакого нет. Я два дня не топлю печку. Я говорю, даже сегодня не знаю, буду ли я топить. Может быть и не буду. Но когда тепло я не топлю. Вот. Натапливать что. Так протапливаю, чтобы стены не выстывали. И все. Это вот самое главное. Зимой. После того ремонта тех мужиков прощевых. Вот та северная сторона все отлетело, девочки. Все. Я на нее даже глаз не бросаю. Потому что там известка, что мы же этой водомульсионкой они белили, да, уличной. И там после нее несколько слоев все слетело. Я не знаю. Весной, скорее всего, буду обшивать вот эти три стены. Надо их обшить, чтобы не выглядел так дом. Смотрит-то глаз на него. И не могу смотреть, когда вот это, те две стороны побеленные, а та сторона вся, вся облетела. Вся. И вся вот эта вот, как прям, знаете, как стружка. Она вся вот так упала. И она лежит вся на асфальте. Асфальт тоже потрескался. Но асфальт, ладно, у нас земля здесь неравнина. Эта сопка ее прет. Каждую зиму ее выпирает, девчата. Потому что земля напитанная влагой, дождем, дождем, дождем. И потом ее поднимает, распирает в разные стороны. Поэтому она трескается. Такого, конечно, на Западе нет. Я помню, у нас папа выкладывал дорожку. Знаете, такие квадратненькие были. Эти, как плиточки асфальтовые. Я помню, я была маленькая. Он выложил эту дорожку во дворе. И она была, эта дорожка живая, пока брат дом не продал. Вот сколько лет. Мы все выросли. Она все целая была. Ну, там земля, говорит, другая. У нас другая. У нас другая. Тут вообще климат тяжелый. Не такой, как везде. Море рядом, сыра. Опа-ни. Вот сколько я налепила, покажу. Много. Буду завтра целый день еще не готовить. Ну, у детей наемся. Что, я приду, готовить что-ли буду? Да нет, конечно. Вот так вот. Все, хочу выйти в прямой эфир. И у меня что-то не получается. То... То я не в форме. Не то. Настрой же надо иметь, девчат. То настроения нету какое-то такое, да. То хочется с выкройками разобраться. То еще что-то находишь. В общем, находишь себе занятие. Вот это видео будет чисто болтательное. Ну, ничего. Я знаю, что некоторые у меня любят, чтобы я просто с вами поболтала. Поэтому будем считать, что это болтовня просто так ни о чем. Да? Делаем вареники. И чешу языком. Вот. Да. Этот год у меня, конечно, нехороший был. Для меня очень плохой год. Брата второй инсульт прошел. Сестра в Волгограде умерла. Умерла прям 7 января, девчат. Все говорят, что на такие большие праздники умирают хорошие люди. Она болела. Это моя сестра двоюродная по папиной линии. Вот. Другой брат по папиной линии. Жили они в Ангрене, в Ташкенте. Сейчас живут в другом месте. Ой, забыла. Вот видите, как выбивает у меня из головы. Ну, там же, в Средней Азии. Брат. Мы с ним очень похожи. Тоже двоюродный брат по папиной линии. Тоже после инсульта. Я 5 лет уже парализованный художник. Я вам рассказывала как-то о нем. Когда мы были маленькие, он очень часто к нам приезжал в гости на мою родину. И когда он учился в художественном училище, на художника, то рисовал наш портрет. Меня первым рисовал. А потом волну нашу он нарисовал. И у нас была кошка. Муся. Вот как мой маркиз. Вот такие почему-то кошки у нас приживались в нашем родном доме на родине. Рыжие, серые, однотонные вообще не приживались. Если бы даже прибивались какие кошечки, да, однотонные. Я помню, у нас кошечка была. Она в родах умерла. Не приживались. Все так говорили, что домовой не принимал наших вот этих кошек. А вот сибирские, пушистые, серые с белым, всю жизнь жили. Всю жизнь. И все, у нас были муськи. Ну, почему вот я... Муся, Муся, она же была не Муся, а я ее, Мусенька. Ой, хорошо котят раздала я, что котята не погибли. Малкиз ходит вон, оставляет наследство после себя, гуляет. Вот к этим кошечкам ходит в гости. Приходит весь в колючку. Но у меня такая специальная расческа его, которая, знаете, не электризует его шерсть. Я его потравила, девчата. Ой, вот сколько налепила. Сейчас я разверну, а то мне тянутся далеко. И буду ложить уже ближе ко мне. Во, целый прутынь получается. Ой, хотела еще спечь эти три яблока. Вон, зависли. Яблоки последние купила, девчата. Они не очень хорошие. Ж говорю. Вот, это я брала в магазине. Лучше бы я на рынке взяла. Взяла в магазине, и его, она откусываешь, оно суховатое. Это раз. И ближе к сердцевине, сердцевина черная, как будто бы перемороженная. И поэтому три яблока, вот они зависли. Я еще думала, может быть, спечь с яблоками пирог. Шарлотку тоже, да, не съедятся. А потом думаю, ну, представляете, это мучное будет у меня шарлотка и вареники. Нет, это слишком жирно. Для Тани. Живот-то набивать. О, не, не буду. Не буду. Пускай полежат еще с ними. Ничего страшного не происходит. Пусть поваляются. Да. Да. Вот они, вот, кстати. Вот эти вот три яблока. Ну, написали сорт. Да я уверена, что это самый обычный Китай. Ну, никакие, ни о чем. Прошлогодние, наверное. Ни вкуса, ни запаха, ничего. Вот осень я, конечно, наелась яблок, которые везли с запада. Вот те я поела с удовольствием. С этой везли из Киргизии. Везли с Краснодара. Вот те яблочки, как яблочки. А, это все ерунда одна. Вот, поэтому, говорю, сделаю одни вареники. Лук у меня тоже нарезанный в баночке. Сейчас обжарю его. Сварю немножко вареников вечером. Полью маслечком, лучком. Ох, будет. Куснота. Сейчас я не хочу еще. Я еще не проснулась. Я еще не проснулась. Ну, пока будет вариться, да, в железную миску все выложу. И пусть оно вареное будет лежать у меня в коридоре. Чем потом я буду варить, где оторву, где не оторву. Бывает такое. Начинаешь брать, а оно у тебя прилипло и будет рваться. Намораживать я не намораживаю. Че там, господи? У меня там мясом забито, девочки. У меня еще две красные рыбины лежат большие в холодильнике. Там, в морозильнике. Меня кто-то спрашивал, когда камбулу будем жарить. Ой, девчата. Да, камбулку-то я, может быть, и куплю. Но у меня же две горбуши. Надо и ее съесть. А камбулу так, мимо окода, можно купить пару штук и пожарить. К камбулу я никогда не откажусь. О, мясо. Это морская курица. Вкуснятина. Да. Это вкусно. Это очень даже, даже вкусно. Вчера пылесосила весь дом. На веранде пылесосила и говорю. Господи, никто не живет на веранде. Откуда здесь пыль? Просто проходим. Вот мимоходом иду и через веранду. Вот просто прохожу, девчата. Ну, пылища. Думаю, вообще. Я же там сейчас не нахожусь. Не нахожусь. И за машинку еще кто-то мне сказал. Пань, не хочешь распошивалку? Распошивалка, я так поняла, она не такая, как швейная машина. Она, она же не шьет, а вот эти соединяет два полотна, подгибки всякие, да? Нафиг она мне нужна. У меня же я купила же верлок, где прямую строчку, допустим, да? Я и на чайке прошью. Моей чайки в девяностом году мы ее купили. В девяностом, девочки, в девяностый год. Дефицит был страшный. Муж работал в горпичторге среди начальства. Начальником был там небольшим на участке. И он, у него были все знакомые, блата много было. И вот он, значит, у нас там рядом был магазин. И туда привезли вот эти машинки. Привезли машинки для ветеранов. Помните, раньше было? Все для ветеранов. Мебель там, стенки. В первую очередь шли ветераны по очереди, по спискам. А потом уже ты должен тоже бегать полночи не спать, а то и ночь ночевать под магазином. Там записывались на ладошки, номера оставили, чтобы купить то, что выкинут после ветеранов. И то уже покупали обычные люди. А так дефицит был страшный. Или же можно было купить по блату. Блат назывался. Блат. Молодежь даже понятия не имеет, что это такое, да? И вот как мы ее купили, пришел ветеран покупать эту машинку. А в ней что-то там было неисправное. Неисправное, ну мелочь, буквально какая-то мелочь. Мука моя сейчас в шкаф пойдет. Вот. И этот человек отказался от нее. Видите, еще и картошка осталась с огурцом солененьким. О, сейчас я, наверное, ее на тарелку подогрею. Достану себе огурчик соленый и поем. Селедку не покупаю упорно. Давно уже. Ну, мы ее купили. Мы ее купили. Он побежал, пригласил, значит, мастера швейного. Мастер швейный пришел. Что-то там чик-чик-чик за пять минут нам ее настроил. Там было, в общем, незначительное что-то такое. Я даже не скажу, что. И вот с той поры я на ней шила. Я шила, читайте, девяностый. А двухтысячный, десять лет. И тут 23, 33 года машинке. Но она, я редко на ней шила. Редко. Ну, где брюки подшить, где там что-то вот это вот, да? Где-то наловочку прострочить. Или шов какой-то лопнул. Что-то чинила. Больше чинила, чем я шила. И вот уже я больше шила на подольской машинке. А подольская машинка, она уже как бы у меня не стала шпулю тоже полностью мотать. Там же сбоку одеваешь вот эту шпулечку и наматываешь. Вот это и круглое такое колесико, оно резиновое, оно стерлось от времени уже. У меня уже 45 лет машинка эта. И до меня она была, я не знаю сколько, но лет 30 точно у кого-то. Потому что это еще, боже мой, Подольск. Подольск, выпуск. Машинка-то ручная, там даже педали нету. Она вот от руки крутится. Но она шьет замечательно, и она на ней даже ковры подшивала, полосы обшивала. Вообще все брала. Абсолютно, говорю, господи. Наверное, вот железо положи, она прошьет. Вот, и я вызывала мастера. Я вызвала мастера, помню, что-то я около 2000 или чуть больше отдала мастеру. Он мне сделал вот эту мою Подольскую, заменил вот этот кругляшок. И говорит, я заменен, но она уже, последние издыхания с нее идут. И сам вот этот ящик, куда она вставляется, деревянный, да, и там такой еще отдельчик, куда шпулечки, ножнички можно положить. Он уже начал рассыхаться, девчата. От времени, от времени. Ну, и на раз на ней я тоже строчу, да, строчу. Мне лень, допустим, чайку там доставать. Я ее поставлю на табуретку. Ручкой покрутила и сшила что-то. Вот, ну мастер сделал. А чайка, она вообще шьет изумительно. Изумительно. Я вот недавно пробовала, вставляла туда вот эту двойную иголку, ее родную. И шила. Шьет прекрасно. 90-й номер эта игла есть. Поставил. Также можно на верлоке низ оверложить. И также подогнуть те же вот футер, тот же футер. Сделать подгибку и двойной вот этой строчкой. Ну, там я-то сегодня читала еще инструкцию. Но она 2 миллиметра, что ли, зигзаг там пускает. Потому что лапка-лапка, насколько позволяет бегать, да? Ну, короче, посмотрим. Все будем пробовать. Где наш не пропадало, девчата. Ну, вот. Смотрите, сколько я налепила. Сейчас посчитаю. 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20. 24 вареника. Прибегайте, всех накормлю. Сейчас я стол протру. Поставлю кастрюльку. И все же сварю. Сварю. А, нет. Нет, сварю. И лук зажарю. Потом вам покажу. Хорошо? Ну, вот, мои хорошие, у меня 8 вечера. Я только-только помылась. Видите, башка еще мокрая. Сходила, достала огурчики. Хочется соленого. Хочу. Без соленого никак, девчата. Я не знаю, почему. Организм требует. Но вот селедку не покупала. Я как-то видела алюторку свежую. Думаю, надо купить, надо купить. Потом прохожу. Она уже не такая была красивая, чтобы я ее захотела купить. Я не купила. Прошла мимо. Вот. А соленую, что-то последнюю вот как-то брала. И она уже такая, знаете, была как бы, ну, я знаю, я дальневосточная девушка. Поэтому я знаю, какая она должна быть. Она должна быть упругая такая. Знаешь, от кости тяжело отходить. А это прям вот ты ее режешь, и она уже от кости отваливается. Она старая была. Думаю, не хочу я такую. Лучше я съем огурец. Отсварила я вареники. Получилась у меня целая вот сковородка. Я сейчас себе положу в чашечку. Здесь лук обжарила с маслом растительным. И сейчас, девчата, вам покажу дрожжи. Дрожжи спрашивали? Но я не выписывала. Я вчера получила, я покупала их в магазине. Вот вчера я получила порошок тайт. Я выписывала на зоне. 9 килограмм, 1200. 1200, 9 килограмм. У нас 6 килограмм. В реме стоял порошок. Тайт 1300 или 1400. 6 килограмм. А здесь 9 за 1200. Должен был попозже прийти. Вчера, бах, смс. Это я вынесу в коридор и там оставлю ночевать. Вот мои вареники. Я буду кушать сейчас. Ох, какая вкуснятинка. Маслицем еще полью. Огурчик. Хлебушек у меня там еще немножко осталось. Кусочек. Буквально я не стала сегодня печь хлеб. Потому что завтра меня не будет. Целый, как говорится, день. И зачем он будет лежать без меня, да? Хватит немножко, потому что масло тут есть. Вот. Я этот Яндекс.Ко скачала. Там такси вызывают, там дешевле, во-первых. И быстро приезжают такси. Они не рядятся, как вот раньше, только Максим. А звонишь на нашу сопку, никто не едет. Не хотят. Сейчас дорога есть на нашу сопку, поэтому все в норме. И в Яндекс.Ко я вызвала курьера-доставщицу. Ну, девушка молоденькая вчера мне привезла мой 9-килограммовый тайд. Ой. Вот. Я говорю, подрабатываешь? Да, подрабатываю. Видите, молодежь, молодежи рознь. Кто-то идет правильным путем, кто-то идет неправильным путем. Ну, это выбор каждого. Как я всегда говорю, мы сами выбираем свою дорогу. Вот. Привезла мне. По совмоменту. Вот такая упаковка. Вот такая, девочки. Вот. Вот такая вот. И здесь пишется дрожжи, быстродействующие для пиццы. Видите? Для пиццы. Я взяла еще одну упаковку. Так, у меня еще в этой вот сколько. Ну, по 1,30 точно есть. Тут 40, по-моему, штук. Настоящее французское качество с сушеным луком. Для пиццы, для пиццы. Девчата, она очень хорошая. И на хлеб. Один пакетик на полкило муки. На полкило муки. Ну, где-то я вот хлеб пеку грамм 400-450. Если я положу в меньшие пакеты, я дольше просто подъем буду ждать. Положу вот этот пакет. Моментально. Пшик. Все. Тесто подошло. И дрожжи. Запах такой. Вообще. Шикарный. Дочь мне вот купила хлопья овсяные с клюквой и яблоком. Мама ешь, говорит, вкусный завтрак за 5 минут на молоке. Я никогда не беру. Но у нее попробовала, что-то мне понравилось. Она говорит, ну вот возьми. Думаю, ладно, попробую. Буду утрами делать себе кашу, кашу. Девочки мои. И вот новая упаковка. Да, количество 40 штук по 12 грамм. В красных, в красных. Вот в этих дрожжах 11 грамм. Ну, что-то знаете, девчата, вроде бы как... И срок был нормальный, но они что-то... Что-то, что-то с ними случилось, я не знаю. Как тот, что... Надо проверять в тарелочке, если они будут рабочие, можно использовать. А так я их что-то в сторону уже отложила. А это вот прям вот... Поваренок даже показывает пальчик вверх, что действительно, вот, хорошие дрожжи. Поэтому ищите. Называется для пиццы. Зеленая упаковка. Поваренок изготовитель российское предприятие ООО САФ Нева, а группы Франции. Юридический адрес России Воронеж. Адрес производства. Россия, Тульская область, город Тузловая. Тут три адреса дается. Три. Даже вот не скажу вам, что это и откуда это. Написать можно все, что угодно. Вот здесь такая вот дырочка делается. И достаешь. Дружи и пользуешься. Я пользуюсь, девчата, очень-очень довольная. Вот тоже оттяное печенье. Дочь мне покупала. Что-то оно у меня застряло. Надо с чаем, кстати, его и доесть. Я сажусь кушать огурчик. Мои любимые вареники с картошкой. У меня и вареники любимые с картошкой, и пирожки тоже с картошкой. Я люблю. Вам тоже всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Всем здоровья, достатка, чтобы ваш стол был всегда полон. И всем нам мира. Ну вот и поболтали. Всем до новых встреч. А с вами была ваша Татьяна. Всем пока-пока.